Я как чувствуешь? С тобой еще кто-нибудь, Алексей, живет здесь? Нет. Ты один? Да. У теплотрассы на Красной Речке специалисты Хабаровского центра соцадаптации встретили Алексея. Мужчина в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы. С тех пор живет на улице. Пока медсестра наливала горячий чай, узнали, что у Алексея уже плохо работают ноги. И он болен туберкулезом. Перебраться в центр соцадаптации не против, но сразу забрать его с собой не получилось. Чтобы не подвергать опасности других людей, которых, возможно, найдут на улице сегодня. На обратном пути мы его обязательно заберем. Человек пройдет полностью медицинское исследование, сдаст все анализы. В том числе на подтверждение туберкулеза. И дальше будем обязательно пройдет ДСКамеру. Как я уже говорила ранее, медицинские работники проверят его на наличие педикулеза. То есть вшивости и с кабей, с чесотка. Люди с мест лишения свободы чаще всего не могут ориентироваться. То есть им трудно трудоустроиться. У них нет родственников. Многие от них отказываются. Продают их квартиры. То есть они остаются без средств к существованию и без места жилья. Кто-то начинает злоупотреблять алкоголем. И оказывается в таких вот ситуациях. Специалисты социального патруля с теплыми вещами, горячим питанием и листовками, где есть контакты центра, объезжают сразу несколько мест обитания бездомных. Чаще всего они собираются там, где тепло или где можно просить милостыню. Например, возле Спасопреображенского кафедрального собора. Здесь заметили двух мужчин. Один из мужчин недавно освободился из мест лишения свободы. Другой – иногородний. Жить негде. В Хабаровске он попал в драку. В ней отобрали все документы. Несмотря на сложную жизненную ситуацию, от помощи оба отказались. Сколько раз был вот в этих хребах, центрах, и меня просто использовали. Просто использовали. Как рабочую силу? Да. А работать как бы, ну, мне сейчас не очень удобно. У меня болят ребра. Между тем, свободных мест в Хабаровском центре социальной адаптации очень мало. Сюда везут не только с улицы, но и из больниц, когда пациента надо выписывать, а ухаживать за ним попросту некому. Это одинокие люди или те, от которых отказываются родственники. Бывает, соцработники забирают престарелых прямо из дома. Бабушке 95 лет. Вот она поступила недавно к нам. Ее привезли, по-моему, с района имени Лозу, кажется. Ну, бабушка, естественно, проживать сама не может. Вот мы ее уже через неделю отправим в дом-интернат номер один. Анализы все сдадим. Жила сама, но дети у нее есть. Да, Праскобия Ивановна? Дети есть у вас? А-а-а. Ну, такие дети. Тяжелый случай. Летом центр социальной адаптации пустеет. Бездомным людям жить на улице привычнее. Даже те, кого определили в дома-интернаты, бывает, возвращаются к прежней жизни. Однако зимой, особенно после праздников, в центре неизбежно выстраивается очередь на койко-места. У нас центр рассчитан на 50 мест. Но, естественно, это мало, у нас это не хватает, потому что 200 с лишним человек у нас проживали за весь год. Но у нас не хватает мест, потому что, особенно после праздников, особенно в зимние времена, у нас здесь, можно сказать, все везут со всего края к нам. В прошлом году за помощью в Хабаровский центр социальной адаптации обратились 563 человека. Из них 123-м восстановили документы, больше 80-ти стали получать пенсию, еще 13-ть нашли постоянное место работы. Полина Овчаренко, Марина Рожко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.